все ребят задержка выставлена в общем для тех кто записи смотрит привет всем говорю вот что тут могу сказать группа b у нас сегодня все три другие группы сыграны пока что баланс абсолютный по расам получается смотрите из одной группы два тирана из другой 2 просто из 3 2 зерга вышли но здесь зергов больше нет вот этой группы здесь только тирана и процесс кого будет больше я не знаю ниган и нигма эмсизира люцифер посмотрим посмотрим кто здесь пройдет вот я даже прогнозировать не хочу потому что я не могу вам точную силу этих игроков сказать ну и ниган люцифер твт первая нигма эмсизира pvp далее и матч лузерский венерский десайдер такой у нас порядок будет стандарт короче все возвращаюсь назад в игру так хочу со звуком так настройки чуть чувствую звука нет лишь выключил пока nation wars смотрел вот теперь надо этот из творч у нас первая карта это восточный дозор получается да black king 2 такая так 2 крючка и 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 Китайский ВЦС плей-офф, во сколько там он стартует? Ну что, даем старт. Люцифер, это Псин-Син отписал, я думал Люцифер это отписал, а это был не он на самом деле, ну ладно, может быть он здесь и как бы все норм, я ХЗ даже, если честно. Так, Люциферу надо было судью поставить. Так, Люцифер. Так, сейчас ре. Так, свистовощь. Так. 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 Ну все, поехали ребят. Теперь все норм. Здорово, Зератул. Здорово всем. Так. Так. Ламу пропиливаю, иногда давно не пиливаю. Вот, пилю, помните, продлоги, подписывайтесь напрямую, поддерживайте меня, мой канал. Как вы помните, 50% идет на LAN турнир, соответственно, всего-всего, то что мне давно обещали и 100% я туда засылаю, соответственно. Так. 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 Так, ну что, Люцифер, Ниган, первая карта, поехали. Все, теперь точно стартуем. Вот, также можете поддерживать Старлайн, естественно, я вам ссылки кидаю иногда. Так, у нас все еще... Крена Ниган тут бомбит, у нас сегодня опять авиация летает, жесть. Прикольно, прям надумал. И даже что-то с креном небольшим, наверное, выравнивался. В общем, ребят, Ниган красный, но получается на часе, на 7 у нас Люцифер, синий тиран. Ниган играет в раннюю факторку с двумя газами с мейна, оппонент его играет, соответственно, в газбарак риперца цеха факторка. Начнем все позже, естественно, по этому билду. Так, ну если нет рамки лиги, логично, что наверняка игрок играет на баркоде каком-нибудь, где-нибудь, и поэтому и лиги рамки нет. Так. 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 Так, ну что же. 10 ЦЦщика добывается. Самарик и Циклон. Ну, у Нигана Циклон. Два Рипера здесь ждет какого-то врыва. Летел бы на Мейн спокойно. Встал здесь в кустах. На Мейн не полетел. Здесь никого не поймал. В итоге к нему Риперы в наглую полетели. Он даже должен был видеть, по идее, даже этих Риперов. Здесь как-то необычная у Нигана прям позиция для зданий, как стенка какая-то вообще. Рипера прилетают. Прыгают на Мейн. Что вообще делает Люцифера? Люцифер стреляет по зданиям. Потому что Ниган к нему заехал просто на ХГ. А чем это ХГ? Убить кого он бьет? Какую он факторку убьет? Что он творит-то вообще? Зачем Ниган это делает? О-о-о! Минус моментально. Циклон мог бы он сзади, кстати, дэмэджи подпитать немножечко. Так. Викинга надо сзади бы фокуснуть. Было бы Викинга не фокусить. Но один с Рапочек Ниган Люцифера убил. Люцифер в ответочку Риперами залетает. Здесь, кстати, вообще нечем встретить. Что самое интересное. Здесь лечит Банша. Но сейчас Риперы тоже начнут Рапочек убивать. Двумя Риперами достаточно быстро можно их убивать. Ну, вот Люцифер 5 рабочих Нигана убил сейчас. Рипер наконец-то погиб. Но Ниган в любом случае больше наубивал. Ну, здесь что-то печаль. Здесь как бы уже бьем выход идет. То есть вроде как... Вроде как униган. Нормально все. Гостер Люцифер рабочих больше имеет. У него тут... Факта, Барак, Старпорт работают. Так, Мэншен Ворс. Все, на сегодня я окончил. Мы чуть-чуть Китая чуть-чуть посмотрели. Но дальше-то все. Так, интересно. Интересный выход от Ниганчика идет к Люциферу. Ну, Люцифера все прикрыто здесь. То есть, смотрите. Можно отсюда с лоу-граунда понапрягать бы было, если бы здания здесь стояли бы. Но здание здесь вообще не стояло. Здесь один какой-то непонятный дроп Люцифера все прогоняет просто. Танки сиджутся. Надо к ним мариков сюда бы загрузить еще, подпривезти бы. Загружает, привозит. Танки не достают вообще ни до чего практически. Вообще ни до чего не застают практически. Еще один раз. Так. Честно говоря, вот не понимаю иногда. Вот тираны ставят ревеном, автотурель вот в этой ситуации. Зачем им перед танк не ставить? Поставьте полотно, они по ней стрелять не будут. Она на халяву наубивает. Я понимаю, если надо перед поставить, чтобы затанчить залп. Как бы. А здесь-то надо танк убить. В общем, отбивается Ниган дома. Но у Люцифера все прекрасно, все плохо резко у Нигана становится. Тут уже получается, что нужно было как-то реализовывать все преимущество получше. Либо контроли здесь дроп получатся. Надо было перевести два танка у нас сюда-сюда. А потом Мариков и Рейна аккуратненько зайти вот здесь где-нибудь рассичатся и уже простреливать всю минеральную линию. Это могло привести к какому-то результату. А так, вы видите, что тут вообще провал. Рабочих на 20, почти вечер, на 19. Ситуация очень плохая. Привет всем, Леон. Пока затишье как бы тут третью занимает Люцифер. Ниган строит еще только третью. Ну, у Люцифера все значительно лучше вообще. Так, камни завалены. А, или даже они уничтожены были, я не знаю. Все прикрыто. Какие-то скилловые две туретки вместе. Как будто дроп прямо сюда полетит. Так, здесь тоже третий полетел. Ну, видите, 65 КСМ их на 41. Люцифера при этом все мех. Здесь био, соплай-блоки Ниган ловят стабильные. Причем, Депоха не строится. Смотри, 93-93 просто ужас какой-то. Мулов нет. Сейчас мула выкинула, а тут просто ничего не строится. То есть, и до сих пор, вот только сейчас, Депоха, то есть, это больше минуты соплай-блока. Депохи, только 21 секунд устроится. А уже секунд 30, наверное, соплай-блок был. Ну, не больше минуты, в районе минуты. А это очень много. Так, какой Варкрафт? Люцифер в Варкрафте это кореец, насколько я помню. А это Старлайн, наш турнир, ребятки. Соответственно, ну тут чуть входит Ниган, а гребает. Так, блядь, сверху тут еще геликами ездит, жжет по чуть-чуть. Ах, по трем майкам могло пламя пройти сейчас. Так, неплохой дропчик, я бы сказал. Не маленький, точнее, я бы сказал, дропчик здесь. На счет того, насколько он будет эффективней, пока я... Эффективный, пока я не понятно. Секера по Мариносам пошли. Но не все Мариносы упали, кстати. Викинги живут, но колбаты пошли вперед. Ну, под минус броней выбил, короче. Чмариков в итоге. Так, неонавт вообще про третьего человека говорит. Про Люцифроны испанского. Я не знаю, кем он в Warcraft играл, но... Его брат Вортикс, точнее, и он был тираном, и в Старике Вортикс зергом. Кстати, Вортикс в какой-то момент топом в Европу был. Ну, и Люцифрон тоже был неплох, но они быстро там карьеру завершили. А есть Люцифер корейский. И это... У Люцифера никнейм как у корейского Люцифера, Warcraft. Вот, но... Про того я вообще мало знаю. Так, медивак. Минус очередной неудачный дроп. А не особо удачный, я бы сказал, дроп от Нигана. Здесь сели Викинги, скан. Ну, что тут? Шесть Викингов. Четыре дофлейших Марика. Плюс один танк. Тут на ИЗИщих все пробивается. Но один Викинг все-таки погиб. ГГ, не ганкишник, что-то просканил. Четвертый увидел ЦЦ, хуй все. Так, какая там карта вторая была? Blackpink вторая карта была. Так, Ниган, тут Люцифера ждем. Так, все готово. Все готовы, поехали. Так, все готово. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Ниган попытался сделать 3 барика сейчас к Люциферу сюда. В итоге построить получилось только 2. А здесь барак и бункер, то есть наверх тупо не пролететь будет сейчас. Причем рипер... А не, у Нигана пораньше рипер строится. Но ему требуется некоторое время, чтобы долететь на мейн. И, соответственно, его можно встретить будет. Ждет. Продолжение следует... Подчеркивание, Леон, подчеркивание, поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Небольшой вклад в большое дело точку удачи. Спасибо, Леон, тебе за вклад. По чуть-чуть как бы вклад, понимаешь... Небольшой вклад от всех. И получится-то большое дело реально. Как бы вот в этом и весе прикол. Ребят, Нигана что-то рабочих меньше, но он 2 уже при этом всем в лицо феру убил. Это что, 3-й что ли погиб или кто здесь? 3, да, уже... А нет, здесь 3 потеряно. Здесь рипер прям внутри крошит все. А ведь он на халяву сюда фактически запрыгнул и... А что с ним делать-то? Делать с ним нечего. Здесь уже циклончик тоже. Рипер внутри. Можно еще и спрыгнуть, потом будет. Похоже, это ГГнчик. Ребят, 3619. Прилетел Люцифер одним рипером. 7 уже юнитов убит. На это перебор, ребят. Ну куда тут? Это убивец, просто еще тот. Надо было не выпускать его из тюрьмы этого рипера. Это же помилованные преступники. Не надо было выпускать этого адового из тюрьмы, пацана. Так, здесь циклон приехал, что-то там минуснул. Рипер в итоге погибнет. Здесь Марик и Барак гоняют. Здесь что-то... А, циклон Марик вот один вперед пошел. Старпорт будет. Да, будет Старпорт. И зачем-то, зачем-то, непонятно, Люцифер Барак захватывает. Да ема, довести до горения хочет его. Чтобы его никто починить не смог. Кстати, он загорится скоро. Надо еще раз захват сделать, и все, он загорится. Там он не горит еще. Смотрите, он на грани вообще. С какие там ниже 400, там, по-моему, он уже загорится. С какие процентов здание горит начинает? Тут 40... 400-40 процентов. Там с 35, наверное. То есть 350 кп. И менее должно быть. Так. Здесь два циклона, два рипера против Мариков циклонов. Один дамажный, второй живой. Надо аккуратнее быть. Строится баншаут. Ну, конечно, Марики сейчас подожгут, видимо. А нет, ребятки. С 33 где-то процентов загорелся вообще. Триста тридцать там было, что ли? Так. Два циклона летят. От Нигана неприятно к Люциферу. Они вообще так залетели, сейчас я вам скажу. Вместо того, чтобы атаковать циклонов, надо было сразу Медивагзо захватывать сразу не успело вообще. 57-32 по лимиту. Пока сопротивляется у нас. Ниган. Люцифер. Баншой пытается шатать. Сканить его вообще нечем. Надо только улетать отсюда. Ну, и тут выход пошел. Два циклона получается. Марики. Два танка есть. Банша возвращается. Сейчас вычинено будет. Можно взять вон 4 рабочих. Шифт туда, шифт на минералы. Да и все. Одним в итоге чинит Люцифер. Ну, одним так одним. Просто лучше быстрее забыть про эту Баншу. Взять ее с собой и все. Танка здесь еще нет. И пока и не планируется его в наличии иметь. Не планируют ни ганажа. То есть 4 циклона. Это опасно, конечно. Здесь есть инвазивка одна получается. Ну, одной маловато будет, как мне кажется. Ну, сейчас будет врыв и все будет норм. Танчики сиджатся. А, ну тут вообще как бы прям близко подходит Люцифер. Надо засидживать 1 и 2 и просто идти вперед уже. И не париться, по-моему. Ну, он так. Не рискует, короче, вперед выходить. Так. Сикер с минус броней. По циклонам заходит. Здесь со второй танк снизу долбашить начинает. Все падает. ГГ не ган. Пишет. Пишет. ГГ Люцифер. Энигма против МСЗР. Следующий матч. Сейчас зайдем. Туда мы. Бля, как мне эта игротека достала. Можно как-нибудь вообще? Так, Леон. Сейчас я добавлю. Спасибо еще раз. Спасибо всем, ребят. Призовой соберем. Так, посчитай. 98. 98. 98. Вот так вот. Спасибо тебе. Так. Все, поехали. Пвп. Энигма МСЗР. Ждет не ган проигравшего. Люцифер ждет победителя. Первым будет матч лузеров, потом Венеров, потом Десайдер. Все стандартно. Что-то случилось, С Энигмой я не знаю, чё. Настройки общения гоняло чата, там уж заблочить его. Так, Энигма изменяет, всё нормально. Привет подчёркивание как дело поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, поддержу, залетает на мейн-претеса. Спасибо, привет, как дела? Спасибо за сатенчик очередной. Тоже 98, сейчас тоже добавлю. Ну что, на соточку почти призовой пополнился. И это хорошо. Так, мумсизирую интересно. Стенка так, чтобы проходила. Так, мумсизирует интересно. Архон, если телепортироваться, домой будет. Через два сталкера опенинг, соответственно. Бустится варп и твайлайт пошел. Здесь у нас что? Здесь у нас стенка, что никого архон не пройдет. Соответственно. Тоже твайлайт, но более поздний пошел. Пробочка минус, а здесь ушла, кстеп робка. Так, не понял. Здесь потери 50, как бы, у Энигма. Но почему-то в убитых юнитах нет пробки, а здесь есть пробка в потерях. То есть понятно, что у нее погибло, но как она погибла? Она же сама ликвидироваться-то не умеет, не вынимает, как это произошло. А, вот она стоит снизу, кстати. А погодите, 50 откуда потерь. Наверное, какие-то отмены были, а что это за отмены были? А, все, все, понял. Короче, что это за отмена? Вот пробка погибает. Это не пробка погибшей была. Он отменил здесь пилон 25, он отменил здесь пилон 25. Суммарно 50. Уобще-то. Здесь у нас делается блинга роба, а здесь роба Даркшайн. Ну и Нексус практически одновременно ставят. Так, пилончик здесь у Энигмы ставится. для Дарварпа, Дарков, конечно же. Но тут будет Арсирис топудово вообще. Залетела Энигма роба, не спалил, ну сталкеров запалил. Все, еще Даркшайн будет готов. Не пойдет Ту Дарвара. Так, у Энигма вторая раскачивает. Здесь тоже вторая раскачивает. Тут Дарки первые вперед пошли. Здесь есть Топс. Куда он летит Топс-то этот? Два филда я вынужден MC Zero был потратить. Ну Дарка принял его, может, я не знаю, имело смысл. Ну хотя, если бы Дарка упустить на мейн, сюда, то Апсерр вынужден бы за ним было лететь. И тогда, если бы два Дарка заходили, второй бы здесь пришел бы и нахалял бы работать. Фух, прошу прощения. Поэтому лучше, конечно же, его лучше принять. Лучше его принять. Вот. Было сейчас. Так, Чарж, Форжа и Мортл устроятся, это все MC Zero. А Игма делает блинк намного более поздний. Здесь у нас до Варп адептов идет. Приходит MC Zero. Минус два адепта, просто нелепо. Можно выбить еще и Пилон. Спокойно. Видел бы Призму, Призмук мог выбить бы на халяву фактически. Здесь Дарк залезает, но сейчас он нарежет неприятно очень на мейне. Четыре пробочки и минус. Приятного мало. Ну, в целом жив и Фотоночка пошла. А здесь второе Робо, Робо Бэй. То есть это дестабилизаторы что ли будут? Похоже, что да. И здесь Робо Бэй тоже дестабилизаторы. Все сейчас дестабилизаторов играют что ли? так, так, все самочушка, самочушка. здесь 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 третий нексус не дал анигму поставить адептик, здесь четыре сталкера стоят. Ну, так как бы, пока никого нет преимущества реально такого, чтобы можно сказать, что придется другому напрягаться, там, комбэщик, как бы, здесь более-менее ровно все сейчас, ну, происходит просто бой. Так, а че? Ну, сейчас МСЗР тупанул, вот у него здесь были сталкеры, три гоняли призму, она летела прямо вот так, вот и здесь два было, блинкнулся бы сразу, два залпа бы сделал, и, возможно, бы ее даже бы сбил бы, как мне показалось. Ну, в итоге упустил, и сами вы все видели, короче, так себе расклад. 4 гейта МСЗРа, два роба работают, дестабилизатор строит, здесь плюс 2 гейта у Энигмы добавляется, тоже у нее 4 было, сейчас 6 скоро будет, тоже два роба работают, но обратите внимание на одну деталь, у Энигмы фаржа только-только подъехала, причем на третьем нексусе почему-то, то есть ее можно еще и выбить на халяву будет, и у нее только заказ на плюс 1, то есть тут, возможно, 2-0 против 0-0 вообще будет битва в ближайшее время, но дестабилизаторам пофиг на грейды, они, если им удачно стрелять, они все перевернуть могут вполне легко. Так, издалека-то МСЗРа заряжает патрон, ну, слишком издалека как-то он заряжает, по-моему. Энигма вниз идет, говорит, один сталкер разведательный вперед, блин, канутся, так, а что происходит, почему отступает Энигма и не прикрывает свои войска вообще? Так, на Амэни Дархи рубают, тут, кстати, смотрите, их 3 штуки аж целых. Невнимательно на МСЗРа можно было попытаться выцепить эту призму, очевидно, что Энигма хотел Дархов забрать, как бы, и он бы пытался бы это сделать. Так, на центре опять движуха. МСЗРа просел по лимиту, но по грейдам зато в плюсе он до сих пор. Сейчас на центре движуха начинается. Прикольно, Энигма двигается, не подставляется, то есть не долетают. Здесь патроны получаются, у самого все живо. Боится как-то МСЗРа поближе подойти, издалека стреляет, но это правильно, это надежно, но надо чувствовать расстояние с какого-то бомбануть-то можешь, ты не чувствуешь, что тебя будут разводить просто. Так, 4-ый Нигмс унужден пока что отменить. О, и 2 дестабилизатора Энигма на халяву отдала, это было плохо, конечно. Достроились пилоны, длился Грейт плюс 1, тут плюс 2, на Грейт плюсе все еще МСЗРа. Энигма варк, кстати, юнитов-то больше пока боевых. Тут дестабилизаторы заряжают еще раз, ну как-то так, все по эффективности чуть-то полагать начало. Ух, у меня пинг пятихатка стал, слушайте, может быть это даже, я не знаю с чем связан такой пинг. Так, там призма у Мэйна висит. Вкратце, Энекс у МСЗРа плюс 3 делается, вроде как более-менее все надежно. На центре движуха тоже стабильно идет. Тут контроль решать будет ближайшая перспектива. Унигма даже не пытается строить Нексус четвертый, я уже не понимаю, почему. Гитов у него 6, как бы, я не знаю, зачем ему сколько много добавлять, если он шестит и варпит, не все время вообще. Тут 4, что ли, у МСЗРа? Да, у МСЗРа вообще 4 гита. На 3 базы уже 4 ставится, а гитов 4 штуки, он еще агрессивней щит в центре. Но это очень опасно, как бы, с таким приростом, гитов все-таки побольше надо иметь. Так, хорошо, минус 2 дестабилизатора МСЗРа сделал. По лимиту 150 на 130 он в плюсе даже. Так, здесь Энигма зашел, пытается подразвалить, ну так все получилось у него. Хотя 7 рабочих убил, МСЗРа точнее, даже убил, а не Энигма, простите, это МСЗРа Энигмы наоборот убил. Так, пошли залпы, Энигма пытается достать, вы видели сколько пули пролетело, ни одна не достала вообще. 152, 151, здесь фатонки, здесь плюс гейты, здесь добычка чуть-чуть начинается, ну такая битва интересная. Главное, что вот только сейчас чарж, а нет, у Энигмы есть чарж уже, Сизиро только пошел, ну то Сизиро плюс 3 на плюс 1 по грейдам как бы это естественно хорошо, тут не, почему до конца патроны не посылают, не понимаю, почему тоже в такой момент. Интересная атака от Энигмы 3 Мортал с прикольной анимацией атаки приходят, начинают напрягать 12 часов, ТП никто не делает, Зилаты затанчили, фатонки даже под батарейками уничтожены мгновенно практически, надо пути отсюда, а что-то, а что, не понимаю, делает Энигма, пришел и МОФа отдал, не ушел. У МСизиро ТП шнулся домой и все отбил. У МСизиро уже карреры делаются, ему лезть-то надо вообще, конечно, не надо ему никуда лезть, раз ты в карреров выходишь, но грейды, кстати, на воздух при этом все мне делают, что очень странно. Это во-первых, во-вторых, и по земле 3-ю атаку только-только заказал. А, это Энигма только-только заказал, зато по земле плюс 3 есть, как бы, у МСизиро на воздух даже грейды начинает делать дестабилизаторы, как же, бомбят неслабо. Ой, как прилетает по Зилотам, по всем, Энигма пошел вперед, МСизиро отступает, постоянно посылает туда выстрелы, куда Энигма так поломился, то зачем он так идет, он вообще, его громит просто, МСизиро уходит за свой Нексус, еще один залп, 160 на 170, 106, простите, на 170 по лимиту уже неслабо, так я вам скажу. Карер первый вылетел, тут по ходу победа, МСизиро, я не знаю, как-то его пробивать. Тут уже Мазошип вылетел. Не ожидал я, что я думал, что Энигма здесь фаворит, вот так вот, честно говоря, предполагал, точнее, я не думал, я предполагал. Ох, какие залпы, минус дестабилизки, все ГГ Энигма пишет, 1-0, МСизиро, неслабо, молодец, МСизиро. Неплохо отыграл, я бы сказал. МСизиро. Так, пошел, инвайт. МСизиро. МСизиро. Так, ну что же, вторая карта, Энигма МСизиро, поехали. зелененький МСизиро, синий, Энигма. Ну что же, цвета, ладно, потом поменяем как-нибудь. зелененький МСизиро. так, как�만 там, Ну что, бустят MC Zero Warp. Энигма примерно так же делает. Сизиро опять же ставит Twilight, а Энигма... И разведывает Энигму, так что Энигма пока не спешит принимать решение, что же ему делать здесь вообще за технологии. Вот когда ты так делаешь, допустим, если оппонент сталкеров потом увидишь много, и ты предположишь, что он Blink играет, ты будешь точно знать, что он у тебя раньше. Ты где-то подловить сможешь, поагрессивнее действовать. Так, Энигма вообще в Нексус выходит. В Нексус это очень хорошо... А, это не просто сталкеры, кстати. Это совсем даже не сталкеры, я вам скажу. Это... Это вообще у нас тут Даркшрайн попёр. Ну что ж, очень интересно. А Нексус-то когда будет по этому билду? Мне вот прям интересно становится. Что-то пока я его не наблюдаю. Надо пройти вот сюда вот просто... На самом деле просто надо заказать пилон вот где-то здесь и... Да, вот так вот. И ехать сюда, если получится где-то ближе заказать, то просто заказать ближе. Потому что отсюда далековато Даркан бежать туда. Надо не бояться вот таких моментов. Проехал сюда, не паришься и всё. Так, кто кинул денег с телефона? Вчера чел, который там про мусор грел, он только... Какой-то херь писал. Что мне что-то там надо сделать. Потому что многие как бы, ну, не с карт поддерживают. Хотя, ну, то есть, это ему надо разобраться. Ну, блин, короче, о чём там разговор. Так, у Энигмы Робок, кстати, приплыло. Бусит Собс. Какая-то странная, короче, он там про странные вещи говорил. А в итоге, ну... Никуда ничего не подержал. Так, прибегаю. Два Дарча. Так, садим на мейнпаппер. Успеет пройти? Не, не успел. Ну, этим хотя бы уйти надо, на самом деле. Филд кривоват. Дарк ушёл. Ну, так, филдов потратил Энигма. Ну, в плюсе по рабочим, слушайте, блинк делается тому. МС Дира, здесь Роба есть. То есть, в этой карте Энигма может лучше, значит, конечно, начать и Морд устроится. Здесь только-только Роба пошло. Вот если ты в Дарков играешь, надо стараться сделать что? Надо стараться... Ну, то есть, экономику подгустить за это время. Так, куда в Уст-то пошёл? А, блинк, пошёл в Уст, всё ясно. Так, нашёлся. Теперь он Энигма выбивает. Ну, этот раз МС Дира из отставания начало. Я не знаю, как дальше тут будет проходить вообще действие. Ну, здесь как бы различия уже есть. Здесь есть Иммортала 2 уже будет сейчас. Здесь есть плюс 1 фаржа. Здесь ток-ток фаржа заказана. Ток-ток и блинк. Зато здесь Роба Бэй раньше опять, походу, дестабилизаторы будут, насколько я вижу, у МС Дира. Что-то там. Так, третий Уникс пока не там, не там, нет. Блинк у МС Дира подъехал. Приходит, такой видит Имморталов, отступает чуть назад. Где бы что-то пошатать. Оп, слетит. Ну, с Апсом можно залететь и на Мэй, например. Вот сейчас Дарк хорошо отплёк этих юнитов всех. Ну, можно было бы синхронизироваться. Оп, смотрите, призма полетела. Ловить призму можно. Ё-моё, МС Дира, посмотрите, не видит ни хрена. Она... Вот только сейчас он понял, что там призма полетела. И она улетела уже. Куда ты бежишь-то, блин? Всё, не поймал, дружок ты, призму. Не поймал. В итоге ни то, ни сё, как бы. Ну, вот та... Не знаю, для Старкрафтера такая реакция, это вообще критично просто. Да для любой игре это критично, вам честно скажу. Но для Старкрафтера вот так вот увидеть призму, сталкер рядом с блинком стоят и не убить её, это... Значит, надо уровень своей игры подтягивать в топ-удово, потому что это очень плохо, как вот так вот. Сейчас сделал МС Дира, ну а чё делать? Так, призма на мейн влетает. Здесь адепты дропнулись. Да, они заходят. Одну пробу всё равно убил, но потерял адептер. Минус призма, чё-то Энигма непонятные вещи делает. МС Дира внимателен. В этот раз призма от него никуда не ушла. СМС-ку с пин-кодом от твоей кредитки отправить? Мне просил фио, адрес, этот, индекс, СВВ-код от карты, ну, потому что на счёт хотел перевести просто. Не мог подтвердить. Мяскал там потом разберись, братан, ну, мне кажется, что что-то тут не то. Так, два феникса, три пугайте. А, решил Энигма фениксами, контре дестабилизаторов. Ну, знаете ли, иногда их можно законтрить, а иногда на этом и погореть можно, а не слабо. На контре дестабилизаторов фениксами, если дать построить реально много дестабилизаторов, если дать построить сталкеров много, то может быть и вы... Кстати, так, пятый гейтфук, гейтоплюс. Интересно стало. Пять. Плюс два есть у Энигм, плюс три не делает, MC Zero плюс два заказал, кстати. Бустит, я знаю, дестабилизаторов бустить, конечно, их нужно много, но надо бустить ещё и гейт, на самом деле, на атаку. Пять. Пять. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сейчас-то этого сделать тупо нельзя Как бы и вот в чём минус Призму сбил на мейна, разводки не будет, по крайней мере, на мейне Всё, пошла атака, да? Да, пошла атака, надо западок! Ой, как по зилкам прилетать-то неслабо! Ну всё, поднято, короче, там и мок что-то много ещё не остаётся ещё, по-моему Дестабилизаторы всё ещё же на 140, на 130, что-то не пойму, я тут ещё MCZero отбился, что ли? Похоже на то! MCZero ещё отбился вместо третьей атаки Так, а где 14 пробок-то минус? Я ещё не понял, 16, 14... А, на второй базе, да, пришёл 17, просто срубил Я этого и не вижу, но это ггнчик, потому что тут по экономике не вытянуть, походу, будет MCZero Он что-то просто здесь нарубил нереально А здесь ещё на 3 архона, да, варп идёт, плюс 4 зилка Архонов там быстрее сливать, сливают Всё, дилы-то тоже пришли Зачем эти 2 пилона здесь нужны, понятия не имею Ну и дестабилизаторов больше нету количества нормального То есть 2 тут поводнят и будут ничего не перевернут Сталкеры вообще драться нормально не смогут Ну на 4-й некст тут анигма заходит Сюда тяжело зайти здесь, да, немного, ну нет желания заходить таким миксом Всё, пошла движуха, дестабилизаторы, понят, надо поднимать и Мортлоп ещё, чтобы они там не атаковали вообще Всё, анигма здесь развалил, всё, не знаю, что он бегает, ему надо уже точку, по-моему, ставить и не париться Он в итоге идёт вперёд, да, он ставит точку, это 1-1, ребятки, и нам третья игра нужна будет Тут борьба идёт, в прошлом матче 2-0 было Здесь прям до конца не ясно, кто гудит и по силам как-то близко смотрится, ребятам ГГВП пишет, МСЗРа, ждём следующую карту ИНТРИГУЮЩАЦИЕ АЛЬЯИ Вот, не заходит, короче. Вот, не заходит. Вот, не заходит. Вот, не заходит. Ну что, третий решающий, ребят. Вот, не заходит. Так, спогнали, ребятки. Кислотный завод у нас, третья карта, соответственно, решающая. Далее, Ниган против проигравшего. ТВП финал. Винерский за первое место. Это Люцифер против победителя. Так, бустится варп, два сталкера. Здесь тоже два сталкера, тоже варп бустится. Здорово, Кос. Здорово всем, ребят. Твич работает, Ютуб работает. Там одноклассики работают, кому это надо. Вот. Пилю рекламу. Пилю рекламу, когда я не пилил. Помните про логи. Подписывайтесь на према и поддержите меня, мой канал, соответственно. Но, вот. Всем, кто так делает, респект. Половина всей поддержки идет в призовой фонд нашего Лана. Вот, так что... Так, всем громадное спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что же. Энигма тут какой-то под пушек играет, я смотрю, или что это? Четыре сталкера пришло. Он здесь тоже четыре есть, как бы все стандартно. А что боится-то, я чуть не понял, МСЗРа. Спустился, варпанул и отогонять будет. Так, Энигму паузу просит. Здесь Twilight Роба. То есть и Блинк, и Робу, и ТМСЗРа. У Энигмы только Робу вообще. Привет, Love Can Rush. Игра возобновлена. Так, лаги, говорит, у нас с Энигма. Ну все, лаги вроде как прошли. Пилон рядом был, но пушить он не стал. Здесь Блинк скоро будет, зато готов. И можно будет у МСЗР с Блинком что-то там поактивничать. Зато смотрите, что-то, вот как так, 39, 51 по лимиту. Тут что-то как-то перебор какой-то, по-моему. Ну вот так вот по лимиту. Так, сначала Венера. Ну у нас по правилам сначала Лузера. Это только в исключительных случаях играются сначала Венера. Потому что нахрен это надо. Так начнется каждый раз нытье, как бы что... Что-то там не так кому-то будет. Это ну... Я думаю, это не нужно. Так, приняло адептов и уже по лимиту более-менее ровненько пошли. Вот. Вератул, 1, 2, 3. Надо подписаться, конечно. Просто, ну, такая система. Почему? Потому что, как бы, самые два интересных матча. То есть определяющих места получается. Ну, Лузера тоже интересные, потому что на воле отойдет. Ну, как бы, самых два матча, где победители играют. Винерский десайдер сразу, это прикольно, как мне кажется. Так, там уже плюс два у них выделываются. Делываются и Морталут. Есть несколько сталкеров. Блинк есть у них. Нет, без блинк. Сейчас сразу же с чаржа начинаем. Ну, и гейты пошли. Не знаю, будет двухбазовая какая-то агрессия. Учать. Пять гейтов добавлено. Шесть. И сейчас еще будут то... Ага, пилотемпларов. Семь пока. Ну, надо восьмой, чтобы счетное число было. Как бы, обычно с восьми пушем. Вы знаете, на одном пилоне батарейка, пять гейтов и роба. И фаржа будет находиться. Но это жесть. Надо аккуратнее с такими пилонами. Как-нибудь роб пройдет непонятно. И все отключится вообще. Так, ВС-2013. Ничего страшного. Нет возможности. Главное, чтобы она была когда-либо. Потом. Вот. На Ноланна можно приходить всем. Так. Гейтов. Семь штучек. Вот они, гейты. Тут тоже плюс три добавляется. Тут тоже чарж сейчас будет готов. Здесь на один грейд меньше. Как бы, и здесь боевого будет меньше, соответственно. Три иммортала с тремя имморталами против блинк сталкеров. Выйти можно в легкую вперед. Главное, вот не давать так сталкерам лезть. Пусть вот эти жирные идут вперед. Гоняют сталкеров. Так. Два иммортала оставил. Тут Энигма. Идет вперед. Здесь медленный варф уже пошел нахрена наверх. Я не знаю, если можно вниз. Так. Адепты иллюзии делают. Да, вот вниз пошел варф наконец. Здесь два имма оставлено. Все, они стартуют. Тоже вперед идут. Аркон плюсом сливается. Здесь какие-то странные моменты. Зачем-то зашли адепты. Все, зачем они зашли. Понятия не имею. Призма практически прилетела. И что будет? Это атака и... Так. Атака и на третью, и на вторую. И куда только тут атака не пойдет. Ну, сейчас Энигма, смотрите. Да. Ну, зачем это делать? Я не понимаю. Ну, ты же собираешься в атаку идти. Пойти ты в нормальный тайм. Чего так долго-то копится-то? Я не понимаю. Уже ж понятно оппоненту сталкерам. Он видит, что здесь нихрена нет. Он уже здесь обороняется. Чего тянуть-то вообще? Вот пришла атака. Третий некст под ударом. Это очень больно будет. В плане сопла и блока здесь. Так. Два аморта. Нормально. Бьются против локеров. Нам что-нибудь варпануть бы перед сталкерами было бы. Но ничего нет. Идет Энигма вперед. Дома вроде как отбился. Здесь атака в лоб на четырех архонов. Доварп должен быть. Без доварпа будет тяжело пробить. На призму архонов уконтраливает. Молодец. Они все живут. Застревает иммортал один отступить не может. Мсизиро бросает пробочек вперед. А здесь еще и те два пацана сейчас подойдут, которые сталкеров обороняли. Короче, это победа. Энигма все-таки проигрывая 0-1. Закамбэчил на 2-1. Молодец. Молодец. Четко отыграл. Что и говорить. ГГВП. Отлично, ребята. Тебе. Тебе. Ну что, ТВПшечки у нас начинаются. ТВПшечки у нас начинаются. ТВПшечки у нас начинаются. Такого чатика я не хочу. Тут это, соплай блоков все. Не надо мне соплай блоков. ТВПшечки. 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 Продолжение следует... Так, пошел инвайт, отлично. Ну что, погнали, ребята. Лузерский матч звучит не очень, конечно, но любой лузер может стать всегда винером, сами понимаете, и пройти в десайвер матч, вот в чем дело. Вот. Но если ты проиграл в лузерском матче, это тоже не значит, что жизнь закончена и нужно пойти и убиться об стену там или как-нибудь по-другому. Ну, можно подтрениться и закамбэчить в старлайне номер 6, который, я не сомневаюсь, когда не будет или в других туриках. Ну, а пока поехали. Старлайн номер 5, группа B. Матч лузерский за вылет. Победитель в десайдер проходит соответственно. Ниган против МСЗРа, Тиран против Протса. Вот. Последняя эта группа плывев будет на неделе, я вам расскажу, когда будет. На следующей, потому что мы хотели провести вообще в субботу плывев, но Нейшн Ворс сбил все планы, к сожалению. И нужно Нейшн Ворс стремить, в субботу сборная России играет. Вчера, не знаю, откуда Миша знал, наверное, какой-то сайт отдельный Нейшн Ворса есть. Ну, и он сказал, что сборная Украина тех вин получила, потому что чилийцы снялись, я что-то даже не поверил, как бы. Вот. Ну, не стал вчера ничего проверять. И сегодня, как оказалось, правда, да, сборная Украины, все, в основной этап Нейшн Ворса прошла, даже не играя. А жаль, я бы посмотрел бы сегодня. Ну, а России придется с Тайванем биться, с Тайванем... Тайвань никуда не денется сто процентов, как бы, с Нейшн Ворса, поэтому... Поэтому это мы увидим дело в субботу, все. Вот так вот. Командный центр улучшен. Так, ну что же. Ну что же, я не знаю, скалы я респа или нет, что-то я задумался сейчас. Ну, что-то Ниган, вы видите, где? На 5 красный, на 11 зеленый МСЗР, по-моему, я это говорил уже. Ну, шпион Гигасник, с кибернаточка в робо. Необычный билд у Протуса. А здесь Газбарак. Рипер ЦЦХа фактурка. Стандарт. Дэпопа закрывается. Можно открыть, наверное, рабочую код уже перевести вообще. Так, пришел Адепт и Риперу, что-то тут объяснил прям. Кстати, СП иллюзию сейчас, и Ниган, МСЗР, с чем послал за Рипера, мог бы его заминусовать. Так, Рипер самоубился, короче, от Ад Адепта. Так, странный телепорт сейчас от Адепта был. Но не смог принять Ниганы в итоге Адепта этого. Один Гелик заезжает, тут Энигма в легкую принимает. Кстати, ребят, вчера обычно я спрашиваю у вас, и сегодня я что-то подзабыл, а мне прям сейчас, вот сейчас вот что-то вспомнило, интересно стало. Кто шарит? Ну, Ниган, я знаю, что 5500 ММРа он сам сейчас стал. Как у МСЗРа, ММР и у других участников данной группы. Мне вот прям интересно. У Люцифера. И у УИГМа еще тоже. Так, а здесь, так, здесь Марики, Старпорт, второй барак. Понятно, для Био, для Стима делается танк, но, как мне кажется, возможен какой-то выход до... Возможен какой-то выход до Стима. Только зачем реактор на Ст... А, реактор, видимо, под второй барак на Старпорте. Другого у меня объяснения нет, если честно. Здесь Робо Бэй и две Фаржип. Ага, все ясно. Короче, это колоссы с грейдами. Получается 1-1. Надежный, очень прям надежный билд. Вон, Твайлайт 2-2. И в какой-то момент третий Нексус тут от обстоятельств зависит. Если как-то Тирана принять, допустим, что ты уверен будешь, что он тебя не задавит, можно пораньше заказать. Если все будет абсолютно пассивно, и Тиран двухбазовый выход будет делать, то я считаю, просто, тоже лучше двухбазовую отыграть, как бы, ну, нужно. То есть, ему нужно контролить. Если Тиран там хитрит, и в третью ЦЦ сверху делать, тогда надо Нексус делать, как бы. Ну, и при этом 2-2, и аккуратненько, аккуратненько все делать. Так, Робо Бэй готов. Нахрена Твайлайт такой ранний, не понимаю. Можно сейчас Рэндж было бы заказать сначала, а потом Твайлайт. То есть, мне кажется, тут немножечко неправильно в плане последовательности заказа грейдов зданий. Но, может быть, тут как бы... А, вот, Рэндж пошел. Может быть, Чарж пораньше хочет сделать, я не знаю, МСЗРа. В чем там причина, пока не понимаю. Гейтов 3 штуки у нас. Ну, то есть, тут, понимаете, если добавлять гейтов и больше продакшена, то это как бы базовый уже билд, получается. Нужно пушить идти, как будто, потому что... Ну, а что ты сделаешь с этими гейтами? Тогда на Нексус не хватит. Либо сейчас 3 гейтов Нексус делать. Так, выход от Тирана, кстати. Хо! Такой выход скрытный, я бы сказал. Только сейчас пробочка замечает. Обсервера-то не было. А, нет, был обсервер, ребят, я вру. Просто я не знаю, увидел ли выход этот МСЗРа. Скорее всего, видел. Ну, пилон бы я на его месте не стал бы отдавать. Так, 5900, Энигма и Лютик. И Лютик мне вроде... Так, 5400 МСЗРа совершенно. Играет он, играет он как бы на больше, чем 5400. Потому что, как мне кажется сейчас, потому что, ну, не знаю. У меня на аккаунте, вот, где я поигрываю, иногда. У меня там 5400 держатся, как бы, вот, примерно. Ну, то есть, мне кажется, я мертвее играю намного, чем... Сейчас, МСЗРа. Как же Неган сейчас? Это называется, я въезжаю в стройку. Сейчас классическое, я въезжаю в стройку от Негана. Он просто сам идеально в Гвардиан Шилл забежал и в Зиллотов, которые Марика вчерикали вот так вот. Вот, как просто стенку Моляра, я не знаю, это. Он просто чирикал вот так вот. Один, второй, третий, все Зиллоты, короче, мимо бежащих Мариков за колоссом. Куда? Наверное, кайтить, блин. Забежал, отдался. Жесть какую сейчас отворил Неган. Треться цеха при этом делается. Ну, посидит и там в Грады поделка лезет-то вообще. Два Старфорта рабочих начинают. Может было отступить или тут танк засиджить, по крайней мере. Хоть не врываться внутрь-то так. Еще выход пошел. А это-то куда идут? Не знаю, куда там эти пошли юниты, но... Они обречены на прием. Либератор раскладывается просто... Три минеральных только кучки захватил. Разложился бы, чтобы досюда он был бы. Убил бы не три, а там шесть рабочих. Семь, может быть. Так, спасибо за инфукс эти по АММРу. Все ясно мне теперь. Так, на третью пошел сэсенчик. Берю 2-2. Не гонзакут. Главное, закажи ты 2-2. Не лезь-то никуда. И 2-2 бы раньше заказал бы. Все вообще бы норм было. Но в итоге вот сейчас 2-2 заказываю. Эта ситуация-то так себе. Потому что у Протса уже 2-2 почти готова. У Протса колосс уже третий делается, как бы. У Протса гейты добавляются. То есть сейчас их будет не три, а шесть. Я не знаю, потом восемь. И он может под 2-2 тайминг просто выходу сейчас призму закажет сделать. И убить тирана, мне кажется. Тем более вот архивы темпларов подъехали. Ну, либо надо бустить 3-3, заказывать как бы. Так, и Мортал пошел. Ну, я не знаю, на этой стадии Робо бустит. Не, Робо нормально бустит. Там юниты важные, но гораздо важнее бустить грейды. Потому что они на всех юнитов даются просто. Так, по 4 викинга плюс 1 на викингов. Не, ну, микс такой опасный будет. У МС Зира нет шторма. И вот такой микс без шторма. То есть био плюс викинги с грейдом. То есть на 2-2. В принципе, теоретически они могут подраться неплохо. Но у меня чуть-чуть большие сомнения. И вот в этом тайминге у меня тоже небольшие сомнения присутствуют. Что это вот норм тайминг. Хотя, с другой стороны, какая еще идти. Как бы, там потом действительно шторм подъедет. Викингов 11 штук. Они нормально с колоссами разберутся. Кстати, вот отсюда, да, можно залететь викингами. Бью зайти отсюда, а викингами с бачку подлететь. И все норм будет. Так, пошла атака. Встал, эээ, так. Мародеры Марик крутят и тут. Колосс подставляется, раз. Колосс подставляется. Куда-то фокусит дальнего, ближнего билба. Ё-моё, не фокуснул. Короче, Ниган Колосса второго. Фокуснул, точнее, третий выжил. Въезжает опять в стройку. Мародеры не способны Зилотом под Вардианом ничего сделать вообще на таких вот... Такие моменты. Ими тяжело. Кате здесь 3 брони. Плюс сейчас... О, ну с Н3 вообще жесть. 3. Я не понимаю, почему вот Близзард, почему такими мелочами они не занимаются? Ведь все везде показывают. Так. Последний бой для Тирана кончается плохо, ребята. КСМ-ки идут в бой. Там такой... Какой там сплэш от колосса заходит? Лютый просто же. Я почему говорю? Почему бы не... Вот когда Гвардиан стоит на Сталкера, почему бы вот... Цифра 3 на 5 бы не менялась бы здесь, я не знаю. А, ну хотя это неверно будет. Почему? Потому что... Да, да, я не прав на самом деле. Все, беру свое слово назад. Будет неверно. Ведь Гвардиан только от ранжовых атак защищает на плюс 2. А от обычных-то нет. А если писать туда 2, то это будет как будто от всего 2. Плюсом еще 5, если... То есть... Да, да. Так, ну вторая карта. Ждем, короче, начало. Идет инвайт. Захожу. Идет инвайт. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну что 1-0 MCZero повел ХФ пишет не ган Карта Блэйк Пинк номер 2 Противориперный пилон Почему кривой пилон-то Пилон можно вот так вот ставить Вот реально Углом вот этим вот как бы Он крутится все время Крючу уголком ровно по центру Вот этой хреновины ставишь И все норм Так, здесь гейт заказ Причем здесь проход оставляет зачем-то MCZero, простите, здесь нет Здесь не ган MCZero Значит, надо сюда киберную очку ставить А может это гейт поближе поставить Просто вот здесь гейт поближе сюда И в разведку пошел просто Здесь, вот раз, Барагаз Да поха, Барагаз, не Газ 1 Ну все нормально Можно пробку уводить Как бы для строительства Нексуса по идее Что и делает MCZero Выводит пробку, чтобы Нексус Пека 88 активирует премиум 2 месяца А я уж испугался Спасибо пекате Спасибо всем, ребят Помните, про блоги Подписывайтесь на преми Поддержите мой канал Это очень нужно, чтобы призовой фонд На туре к нам собрать До 60 тысяч Ну, уже вот Данил перевел Десятку Я не стал 50% брать Уже 42 Почти 43 тысячи призовой составляет Еще Саня пул что-то обещал Не знаю, сколько Как бы он мне конкретно не говорил Надеюсь, что что-то подзашлет Тоже туда Все, зашлю я тогда Ну а Нам еще остается собрать Все эти деньги, как бы Потому что 60 тысяч Это уже куда не шло Хоть какой-то призовой Здесь 50% первого места 1030, как бы, ну это Более-менее адекватно Как бы дорогу окупит Да Вот Так Фугасы ранние здесь Кстати, очень ранние Сейчас Мародер будет с фугасами Выходит Мародер стрельнет И в пробку-то, е-мое Пробка минус Вот, вагих раз Убогу, здорово Ну и Инфа вся в моей группе Вконтакте Есть пролан Там закреплено сверху Как бы, кому интересно Приходите Также можете Старлайн поддержать Естественно Призовой Так Вот у нас Кибернетчик Вот такая вот у нас Стенка Может, МСЗР Не значит Здесь одним пилоном Все блочится ФЗ И робоват Раздел Опять колоссы, походу Ну, после фугасов У нас что У нас после фугасов Заказан Стимпак Мародер Старлайн Контроль Это здесь Марик Опасно Так я вам скажу Два реактора Делают То есть Очень много Мариков Будет Стимплюс Мародеры Но поздние щиты И поздние медиваки То есть Это что значит Если дождаться Медивака Будет их Там пару штуки Чрезвычайно Мощная земля Там выход Много-много Мариков И мародеров И уже щиты К этому моменту Будут доделываться Скорее всего Либо надо идти Вот сейчас Под стим Без Вообще Медиваков Короче Да не за что Пека А я думал Смайла Это бесполезная тема Видишь Оказывается Норм Ну вот еще два Есть место Как бы На ближайшее время Подумаю Че бы туда впилить См готов Давай Удиви меня См готов Посылай См готов Бегу Марк См готов Кому наверху См готов Разрабатываю Это Так Ну что Один на один Грейды делаются У MC Zero Как в прошлой игре Примерно он играет Колосса Грейдики Есть небольшая стеночка Везде Все тут добывается Хорошо Пятнадцать пробок На минералы Здесь Двадцать Здесь Нормально Что у второй Побольше Лучше Побыстрее Высасывать Третий Не спешит Выходить Здесь Третий Цеха Делается Задача Просто Сейчас держать Любую агрессию Тирана В этот раз Кстати После Ранжа Здесь Делает Смотрите В этот раз Более Как я Говорил В прошлом Типа Надо Сначала Рэндж Потом Твайлайт Все равно 2-2 Успеет Доделаться Второго Колосса Забустил Все Мне кажется Два колосса Сделал Просто Хорош Надо Надо Бустить Уже Фаржи Куда там Бустить Пусть Роба Саму Строит С двух Некустов Густов Мало Так Блинка Нет Куд Побежал Эмпетизирует Сейчас Сталкеров Давайте Отдадим На Муве Сталкеров Не отдаем Ждет Кто-то Выроняет В общем-то Нету Сой Третий Позиционно Действует Так Проверди Смайл Проверди То мне Зачем Здесь же Не Верди Канал На самом деле По мотивам Вердоса Уже Есть Смайл А босса Откуда Это Еще Может Сзяться По элегантным По элегантным Историческим Фактам Так Скать Так Здесь Две батарейки Третий Нексус И готов Неган Обогнал По рабочим Протсу Не очень Хорошо Конечно Надо Протсу Контролить Этот Момент Бустится Блинк Зачем Блинк Бустится Немного Ну Бэт То что Ниггер So close Ну Бэт То есть У кого То Вроде Насколько Я Помню Я Хочу Я Думал Про Я Въезжаю В стройку Запилить Так Прям На колосс Неган Решил Дропаться Вот Это Въезд В стройку Я Такого Элегантного Въезда В стройку Давно Не Видел Дропнуться В три Колосса С Гвардиан Шил Дом А Зелков Это Блин Что-то Неган Переоценил По-моему Количество Юнитов Четырех Медиваков Если бы Это было Восемь Медиваков Вокруг Армии А лучше Четыре Медивака Плюс Био Уже Выгрожено И сверху Дроп Как бы Отсекать Армию Окружать В стиле Мару Там и Корейский Ктиров Да Но Просто Дропнуться На армию Так Вот Но Это Как Не Очень По-моему Так Очень Повезло Неган Ну что Сейчас Два Пустых Медивака Сбил МС Зира Полные Улетели Но тут 133 110 Кажется Здесь уже Местное Добивание Происходит Тирана Так Раскладываются Либераторы Залп неплохой Идет По био Смещается МС Зира Сюда Неган Понимает Что здесь Не очень ЦСФу Занимать Отводит Все Калибераторы Смотрите Ничем Не прикрыто Вообще Заходит Раз Либерок Минус Колоссы Как же Они жгут Там просто Сплэшом Все в куче Было Рабочие Падают Все падает Слушайте Подарил Неган Эту игру МС Ну нервничает Нервничает Неган Это понятно Сейчас Становится Мне Ну С такими Муми Надо поаккуратнее То есть Надо Надо быть Абсолютно Уверенным В том Что пройдет Такое действие А не вот так На шару Лететь Так Викингов Укусит МС Зира Вардиан Шилд Колосс Помогает Жить Колосс Даже Этот Выжил Смотрите Полудохлый Он сейчас Плэшом Нормально Даст Дамага Один Уходит Колосс И второй Уходит Поэтому Все таки Один Мародер Выстрел ГГ Пищет Ниган Ну что же Амс Зира Идет Десайдер А сейчас Мы определим Кто же Будет Против него Десайдере Биться Ну что Ребят Винеров Сразу Сразу Начинаем У нас Нет Рекламных Пауз Ничего Нам Рекламировать Денег Нам Никто Не дает Кроме Вас Соответственно Поэтому На сборы Организуем Реклама 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Так, ну что, Люцифер и Энигма Это венерские матчи Оказались они в своих парах Сильнее Люцифер 2-0 выиграл Нигана Или Ниган Как там мне говорили Другое ударение Ну, я что-то уже настолько привык, что не заставить себя другое ударение делать. Вот. Ну, а Enigma 2.1 выиграл MC Zero, то есть было ему напряжено. Ну, посмотрим, как сейчас Люцифер справится с процессом с этим или нет. В общем-то, я Газбарак, Рипер, ЦЦ, Факторка. Нет, нету Факторки. Газбарак, Рипер, ЦЦ, Факторка, Реактор на Бараке. И второй газ, соответственно. А здесь у нас второй газ, чудо-реактор делается, правда. А здесь у нас пилон Гейгас, ТНС, Кабернетчиков, Старгей. Старгейт стандартный. Всё, это будет Оракул. Будем сюда прилетать, что-то напрягать, разведывать. Ну и всё-таки после реактора Факта пошла не самая ранняя. Здесь бункер для надёжности и ЦЦ почти готова уже. Оракул заказан. Ну и два адепта рядом тут находятся, разведывают. Это пробка что-то ездит. Это на что она проверяет, эта пробка? Это пробка проверяет какие-то прокси, но сейчас очень часто. Всё равно Старгейт прокси ставит, что там либо медивак поближе для передропа сделать, либо сделать либераторов и прилететь. Харасить либератором минеральную линию, раскладываться, не давать добывать. Реже это может быть Маншайн, я не знаю какая, но это уже мудрёно вообще. Кровок всё делать. Так, адепт в крампе заходит, будет телепортирующий, если Энигма даёт. Это опасный телепорт, я вам скажу. Двух Мариков подрезал, тем временем Оракул напрягает очень жёстко. Мариков пытается Оракулом срезать Энигма. Мариков-то срезал, циклоны вышли, Оракула минус нуля. Ну в итоге пять Мариков, три КСМки минус. Зато потеряны два адепта Оракула, что дороже стоит, чем все тираневские юниты вообще. А это ещё ведь и рипер. То есть, в самом размене ещё менее выгодно было, чем в общем, если смотреть. Так, инженерка на мэне. Минус пробка. Так, ну прилетает Люцифер, отменяет третьего Нексуса заказ. У Нигма там где-то прокси-пилона. И вообще странный у него билт, если честно, 4 гейта, батареи каких-то там наштамповал. Вот он, пилон, кстати, минус сейчас будет. Не успел отменить пробку туда вей, ё-моё. Пробку не добил Люцифер, отпустил её зачем-то. Не знаю, зачем-то кликни райт-кликом одним циклоном и всё. Здесь сталкеры плюс фениксы, блин, то есть в робо не делаются, ни колоссов, ничего, мне странным кажется очень моментом. Хотя, с другой стороны, ещё стадия очень-очень ранняя, но уже стим скоро у тирана будет. Но это стим с одного барака фактически. И в дропах всё ещё циклоном. Так, пришли сталкеры, минка минус. Циклоны, куда там на мейн полетят они? Ну, сталкеры, ну вот ты видел их здесь. Куда ты бежишь, что там тиран тупой, что ли? Конечно, он улетит уже к этому моменту, пока ты на муве просто идёшь. Фениксом надо встречать. Феникс вообще не там, короче, на патруле. Но сам Люцифер почему-то к Фениксу летит, я не понял, почему-то произошло. Так, где-то две пробки минус. А, ну это центральные вот эти пробки, похоже, минус были. Так, минус минка ещё. Ну, тут танк объяснил. В общем-то, бункер плюс танк это всё можно сразу не атаковать, потому что сталкеры развалятся вообще сразу же. Так, плюс пять гейтов, шесть сейчас будет роба. А, восемь, 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 восемь будет гейтов. Ну, фаржи работают, колоссов не строят, то есть стиль здесь не через колоссов у нас. Чаша архива тембларов, то есть архона, зилы, сталкеры, блин, с интри для гвардия на парочку штук. А здесь выход от Люцифера пошёл, смотрите, такой интересный прямо. По лимиту у него всё прекрасно, вот даже выходит пробочка сейчас, кстати, законтролить, чтобы пилоном всё, но тут как-то сворачивает у нас Люцифер, в итоге через центр идёт. Ну, здесь другой контроль видеоапса есть, и... Ну, тут лимит подтягивается, короче, боевой... Остатки, в общем, атака не слабая такая будет от Люцифера. Нужно грамотно всё сделать, потому что тут два циклона, два танка, как бы, если они не сработают, то будут вообще печать. Здесь био просто не так уж много, я бы сказал. Так, пошла атака, залпы мины хорошие происходили. Так, агрессивный блин, фокус танка, зачем вкусить танк, который поднят, я вот только не понимаю. Надо вкусить, ребят, тот, который сидит, танк, потому что он стреляет. Который поднят, он и так отключен. Ну, Энигма здесь разобрала Люцифера, судя по всему. Идёт далее, гонит мародёров, всех медивайки отступают. Если призма... Да, вот она висит, призма, но она пока не двигается. То есть, вроде как, можно идти и пытаться пробить. И, кстати, только что я видел вторую атаку. Здесь бустыну, кажется, передумал Энигма. То есть, он сейчас понял, что можно взять тёпленьким тирана и пойти убить его просто. Да, надо не ждать ничего. Просто надо варпиться, заходить и убивать, действительно. Да, 2-2 отменил, призму просрал. Куда вот... Не знаю, чё забыло за охрененьку. Куда призма летела? Я вообще не понял, честно, куда сейчас призма летела, ребят. Феникса можно залететь так, чтобы мины к залпу по нему прошли. Тиран-то явно там не контролил. В итоге Энигма без прироста сюда полез. Отдаёт всю свою армию. Нужно бежать уже вон отсюда. Зачем-то два мула кидают сюда Люцифер. Это чё, уже мейнер мула, как корейские. Всё, типа, ливай. Верноватый ещё пока вроде. Так, сталкрышку вкусную. Блинк есть, чуть не пользуется блинком. Странная Энигма. Так, Либераторов надо переразложить. Переразок вкладывает одного. Мародёры маленькие тут разбираются. Ну, тут Либератор даёт залп и всё, минус, минус, всё. 120-97, можно выход делать, сжимая. Прикиньте, сейчас бы Протс просто делал бы 2-2. На хрена, он 2 буста в никуда кинул. Заказал, грейды отменил и ещё и не пробил. Но если бы Призму здесь так бездарно не отдал бы, конечно, Энигма, может быть, он даже и пробил его. Но я не уверен в этом, если честно. Пивоглот, привет всем, везде, на всех плеерах, ребята. Twitch, YouTube, сайты GoodGame, Escada, TV. Также на Одноклассниках свой отдельный плеер есть. Тоже автоматический рестрим туда идёт. Вот. Но он больше Одноклассники важен, конечно, когда только будет геймрублинг, а нет возможности Twitch, YouTube рубить. Из-за того, что рестримы идут. Вот. Так, ну что же. Люцифер тут и не... Ну, сам уже агрить начинает. Чуть-чуть в рейндж либераторов заводить. Ну, тут нечего делать вообще. Здоров, Юр. Ничего страшного. У нас матч, соответственно, венерский. Впереди только десайдер, пусть у него останется. Вот пошёл на лом от Энигмы, на либераторов, на минке. Био становится за газ. Может быть, подзакайчить. За газ отступить чуть-чуть. Либератор спиной. Я боюсь, говорит. Лётчик либератора, говорит. Я боюсь вас, ребята. Я спиной. Можно на космос разложусь? Блядь. Это просто какой-то этот, я не знаю. Эстонская армия на велосипедах, я не знаю. Какая-то нездоровая тема была с либератором. Так, ну, дома по чуть-чуть с либерками должен отбиться. Обязан отбиться, на самом деле, Энигма. И вот он выманивает зилотов в либераторов. Мародёр бомбит просто и говорит. Иди сюда, иди сюда. А там старший брат, ё-моё, боксёр. Просто сверху висит. Катит Люцифер, как может. Боевого больше. Ну, что-то тут везде, короче, зилота напрягают. Не может справиться дома с обороной немножечко Люцифер. Надо бы прийти, зилотов минуснуть. Взять уже либераторов в атаку. Весь прирост и пойти добить, наконец-таки. Так, здесь фитбэки по медивачищам. Уходят Анида. Куда ты стреляешь, что убеги ты в 7. Убегают хотя бы. Так, 3 марика. Эти приплыли. Короче, не уконтроливает Люцифер. Серия взаимных ошибок ужасных. Ну, зато 2-2 раньше просто заказал вообще. Так, ну это, мягко говоря, наглый, да, Обс прилетел. Видит, Тиран? Ну, он видит, да, Апсервера. Но его еще попробуй разгляди, когда контролишь. Ну, надо вот Обсервер всегда на подлете пытаться спалить. Видел Люцифер, да, скан минусов. Прямо над армией, главное, прилетел. Прямо в центр разложился. Но это такой чисто беспалевный американский Обсервер. Типа, мы строим базы по вашим границам, как не политота, геополитика. И вы угрожаете нашим базам так же и здесь. Типа, я Обсапать тебя разложу. Не угрожай моему Обсерверу. Но Люцифер не стал угрожать. Он его просто просканил и минуснул. Короче, ребят, пошла атака, очередная Тенигма. Он отстроился, Люцифер ему дал это сделать. У Люцифера плюс два грейды, 2-2 еще не готовы. КСМки сагрили, делков, архонов с другой стороны. Ёма, какие они больные, как же они первые... Минок не хватает очень сильно, очень сильно не хватает минок Люциферу. Также Люциферу не хватает очень сильно ГГ. Он пишет либераторов, он не смог накопить. Если бы в какой-то момент хотя бы четыре одновременно бы дралось, совершенно другой расклад бы был. А тем более штучек шесть. У него постоянно два максимума было, по-моему. Возьмем... Субтитры делал DimaTorzok Синсин говорит, я умер без меня Но у него времени уже много Поэтому такое дело Синсин говорит, я умер без меня Я умер без меня Так, поехали Ну что, вторая карта, ребят, поехали Да это не майнер-мулы были, скорее всего Это был мисклик, я так понимаю Майнер-мулы в таких ситуациях навряд ли кто-нибудь стал бы кидать Потому что, ну, рановато, мягко говоря, их там было кидать В общем, ребят, пилю рекламку про отблоки Помните, про подержусь? Половина всего подержусь Идет призовой фонд турнира Ну и пока больше мне никто ничего не обещает подержать Если кто-то мне заранее обещает, что подержу На какую-то сумму там То я 100% тогда туда пущу призовой Соответственно, вы видите, цифры все на экране То есть, учитывая 80 тысяч, как бы, собранных Ну, 90, можно сказать, тысяч, пусть же спайк Еще десятку мне перевел Я ее сразу туда отправил То есть, 2 700 Это уже 50% от сборов То есть, 5 тысяч с лишним Это уже было сейчас, как бы Вот такие вот дела То есть, это 92 рэм Получается Оп, уже хвост тебя Гуся Ну что, ребят Люцифер Энигма Энигма 1.0 Повел в предыдущей игре На самом деле, мне показалось Что уже сейчас Вот-вот Должен Энигма сбрить Точнее, Люцифер сбрить Энигму За его ошибки Но В итоге Очень сильно зарешал Харас Залетела призма на мейн Зилки на мейне долго убивали Все, пока тиран выход делал На третью бас перелетело Напрягать стало Даже на второй Какая-то движуха была И в итоге Так, белоглоб Син-синь за влатную подписку Избана Упускает морозков Еще один Это не ко мне Это не ко мне, братан Мне все равно Там как Там что Готова фактурка Перелетает Четыре марика Фактана реактор Интересный Билд какой-то тут Предполагается Циклончики Интересные Или что там будет у нас Пока ничего вообще Незаказ Где заказ Тут Да, 20 клонов Заказано Здесь рипер залетел На сталкерах Отдался И нему принял Не понимаю Почему все строят Сюда два здания Это, блин Что тебе сейчас Что-то изменили Ведь один же пилон Блощит полностью Здесь, не? На этой карте Недавно было так Вроде Не могу ничего По этому поводу Вам Разъяснить Но, по-моему Тут пацаны Что-то это Страдо делают Так Лаба есть Лаба есть На Старпорт На бараке На Старпорте Лабы нет Пока сейчас будет Она Так Вот Барак полетел Второй Закан Какой-то-то полетел А, это на реактор Садиться Будет Счет 1-0 Да, Энигма Я просто сразу Не проставил Так, хороший Интересный пилон От Энигма Тут сныкан КСМ КСМ КСМ-ка ездит Проверять Спален пилон Оказывается Смотрите-ка Вот он стоит Спалился Родимый Как говорится Так Медивак Вот там летит Давай Два гелика И марики Летят Сталкер Просто с разных сторон Приходят Сыклонов На халяву Просто сбривают Ну Тут 4 марика И 2 гелища Я не знаю Успеет Насколько быстро успеет Точнее Среагировать У нас А Тут блинк есть Быстро успеет Поверьте мне С блинком среагировать Так Минус Минус Куда ты в стэк Ты их всех завел Братан Ты че Ах Не успел блинка Ну спрет милка Привет всем Ребята Улетел Еле-еле Медивак Улетел 42 37 Семь Все hill punishing Семь ham цию Б ь н Улетел Улетела Ш Семь Б Д Улетел Улетел К Семь Улетел 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 Так, ну где все жёлтые-то сидят? Так, здесь дробчик какой-то был к Энигме. Энигма сам пришёл, по-моему, отдался. Да, просто 10 сталкеров сейчас пришло, отдалось. Я пока предупреждение всем выдаю. Проморгал там активные действия. Две фаржи чаши, Энигма. Ну, кстати, учитывая отдачу 10 сталкеров, блин, так себе ситуация вырисовывается. Так, ну что же. Сейчас убьют в итоге Люцифер Хелон. Ребят, ну так, движуха идёт по чуть-чуть. Твой противник атакует пилом. Жизнь за Айв. Пилом выбил в итоге. Сэцеху третью Люцифер занят. Сэцеху делает 61-42 по боевому лимиту, между прочим. Его просто даже 1-1 грейдики не готов. Зато у него есть чаш, есть сделки. И достаточно гейтов здесь. Достаточно для чего. Правда, я ХЗ. Но гейтов 8 штук работает, и всё нормально. Так, пошла здесь движуха. Куда-то Люциферу. Что-то Люцифер-то побежал, я сейчас не понимаю. Люцифер-кот бежит, а в сервер нам летит. А вот, заметят, смотрите, сейчас. А куда Люцифер двигается-то? Так, он со стороны третьей. Кот там заходит. Вообще непонятно вообще, куда он пошёл, если честно мне. А, он загружается. И на мейн полетел. Его даёт. Дроп из трёх медиваков. Слушайте, ну какой-то это прям супер-дроп, короче. Так, тут сталкеры пришли. Тут Энигма просто бой даёт. Почему они сталкеры-то, я не понимаю. Да, ужасный бой Энигма даёт. Просто ужасный, по-другому я не скажу. В это время врыв на вторую. Но тут ужасный врыв на вторую. И в итоге вроде как просто отковырялся везде. Два либератора на девяти. Так, с давар пойдут. Здесь Зилот за танками, за минками двумя побежал. Что-то что происходит вообще мне непонятно. Либератор прикрывает вообще. Ой, какой дроп неприятный. А мы не одни Зилот. И здесь надо ТПшнуть сюда юнитов срочно, блин. Каких-то вообще. Любых, в конце концов. Очень плохо всё Энигма. Люцифер на мейне прямо унижает всё вообще. Варпы медленно идут. Сейчас фаржи начнут падать. Нет, это катастрофа. И с такой ситуацией уже просто крайне сложно будет вытащить. Я думаю, здесь даже практически не... Хотя 60 на 83 по боевому. Сейчас вторая атака доделается. Вот ещё и броню здесь отменил. Вроде как боевой лимит есть. Но где он весь этот боевой? Вон, смотрите, стоят Зилоты с Н3. Забытые и никому не нужные вообще. Почему они стоят, я не понимаю. Вот сейчас только. Энигма среагировал и взял вперёд сюда. Ну, блин, кнись ты хоть двумя-то сталкерами. Ё-моё. И здесь даже ушли. На Амуве идёт. Ох, Люцифер хороший такой. Армия встречает гвардиан шилда сразу же. Энигма лишается. Гвардиана не будет. Минок просто немерено. Медивака 4 есть. Похоже, дожимает сейчас. Дожмёт, похоже. Всё-таки Люцифер и Энигма. Прыгает Энигма с Зилотами вперёд. Минки бомбят. Зилоты все сразу же аннигилированы. Врывается. ГГ пишет, короче, у нас Энигма. Хорошо врывается Люцифер. Очень жёстко. Так, вопрос про оплату. Разбан за платную подписку. Ну, это не ко мне. Мне, если меня, если кто-то просит разбанить. За бесплатно, либо через, там, поддержку, это небольшое. Я всегда разбанюсь. Человек более-менее норм, как бы. А если какой-то неадекватный, смысл, как бы, вообще. Ну, что, третья решающая. Приняк. 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 Продолжение следует... 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 Только гейтовое мясо Галимое мясо вообще Даже без каких-либо грейдов Типа блинка там и чё-то ещё И даже нет возможности какого-нибудь архона добавить Так, по батарейкам Танк, тут такая ему нажива здание бомбить Танку здание бомбить Это самое любимое занятие На самом деле Да можно викингов посадить и викингам Вот отсюда с КГ помочь Можно с Феникс полетать Задача Феникса, кстати, именно танчики поднять будет Так, ну последнюю пользу батарейки приносят здесь Что я имею ввиду Именно лечат как бы викинга Этого дальше ничего не получится Попытка конечного улына Энигма покидает Матч Люцифер прошёл плей-офф Красавчик с первого места А у нас MCZero Энигма Одна merнов効ивая А у нас еще много плей-офф так ребят будут плюшки начнем понял тебя илюк а уже хвост подъехал ничего себе они резкие у нас ща я быстренько позвоню ребят буквально минутку и к вам вернусь ждите так ну пацаны уже стартуют как бы поэтому поэтому google все поехали хорошо что будут плюшки надо еще с кем-нибудь поговорить ну что чарлик 0 0 у нас ПВП, ну-ка сюда иди. Ладно, рычать-то тебе. Ладно. Ну что, ребят. Всё, десайдер-матч. Матч за, получается, право выйти со второго места. Ну и у нас более-менее балансно будет, в каком плане. Пока что до этой группы был абсолютный баланс. В группе С вышли два тирана, в группе Д два протца, в группе А два зерга. Вот, в этой группе зергов не было, да и не могло три расы выйти, потому что два игрока выходят. Вот. В итоге у нас будет три тирана, три протца, два зерга в плей-офф. По-моему, неплохой расклад, учитывая, что зерга была Иваня, очень крутые ребята. Вот. А я перевел рекламку. И помните про отблоссы, про подписцы на премиум. Вот. Про то, что поддерживать на туре к 14 апреля ЛАН, который у нас будет в Москве. Можете и Starline поддержать тоже. Вот. Погнали. Кислотный завод. Зеленая Энигма. Ой, синяя Энигма. MCZero зеленый. Получается у нас. Ну, Энигма заплочил MCZero. Посмотрите. Нексусу постановку просто. А MCZero и не спешит Нексус ставить. У него, как и в предыдущем матчах. Вот он, кстати, обратите внимание. На самом высоком уровне. На самом высоком уровне. Игрок бы, другой бы оппонент MCZero понял бы сразу, что он очень играет часто твой лайт что-то. И он бы уже подстраивался бы. Делал бы либо робо-пуш, либо бы Даркшрайн, наоборот, какой-то ранний. И вот я вижу уже робо ранний. Кстати, вполне возможно какой-то робо-пуш здесь будет от Энигма. Пока очень уж прям на это похоже. У него 6 сталкеров будет. Вот сейчас роботик, здесь пилон. Я бы на его месте даже не призму делал, потому что пилон-то здесь есть, а делал бы... Ну, то есть не иммортал призму, а делал бы просто има, и он бы чтоб своим ходом доходил, а варп бы сюда бы делал. Но с другой стороны призма выгодна чем? Тем, что... Тем, что на призму можно варпать. И... Прямо рядом и контролить, как на блинк получается. Как блинком, да? Так, еще сталкер подходит. А где еще-то один? Странно, еще одного нет, не вышел. Так, ну что это... Семь сталкеров поджим. И, кстати, этот поджим может успешным быть. Так, заходит Энигма. Сталкер минус раз. Сталкер минус два. И все. А там-то Нексус строится, кстати, у Энигмы. Здесь он пилон убивает моментально. Нексус сейчас тоже отменить придется, MC Zero. Вот что значит блинк, а сталкеров... Ну, то есть блинка еще нет, сталкеров тоже недостаточно. В итоге просто... Что может сделать сейчас Энигма? Он может просто сейчас строить пробок, заказать имморфла в роботиксе, и он будет в абсолютном плюсе в этой игре, в абсолютном просто. Так, в чем это все видит? MC Zero своей пробкой, что Энигма в абсолютном плюсе. Так на этой карте еще и на мейн-то не заблинкнешься нормально. Посмотрите, какой разрыв. Да, здесь можно через шип блинкануться аккуратно, но потом ты хрен уйдешь отсюда, блин. Можно блинкануть, сюда всеми поставить, подождать кд блинка, зайти сюда, просто блинкануть минеральную линию, там поубивать рабочих, он ТП, например, домой сделать. Только так, если... Другого варианта нет, потому что ты будешь назад уходить, один филд те кинут, тебе все сталкеры здесь останутся, сразу ГГ будет. Так, здесь призма делается, MC Zero не верит в то, что он в Нексус может перейти в эту ситуацию, и правильно не верит, тут отставание катастрофическое, будет с Нексус ставить. Ну а продавить попытаться можно, но это предсказуемо с другой стороны. Получится ли это сделать? Получится ли это сделать? Я вот не уверен в этом. Потому что давайте по юнитам посмотрим. Здесь у Нигмы 9 сталкеров и Мортал 3 с Н3, 2 батарейки, черт побери, 35 пробок, на 20 лимит он в плюсе. А здесь 7 сталкеров и Мортал 3 с Н3, то есть идет уже меньше, чем здесь есть. А здесь ведь еще и батарейки, но... Ой, тут поделил армию, что-то и Нигма, короче, это печаль. Зато здесь блинк есть. Но блинк при атаке в лоб, он на ничего практически не нут. Нет, он дает на самом деле, очень много при атаке в лоб. Но это если сталкеров, сталкеров. А с и Морталами и Гвардианом, и батарейками, ну, будешь ты блинкаться. А дальше-то что-то. Оп, и Мортал пытается забрать Энигма, МС Зира не законтролил. Короче, агрессивный блин, ГГВП, 1-0 Энигма, ребята. Ждем вторую карту. Ниндзем цинку. Т-каная. Погодил армию. Т-каная. Ага. Да. Так, ну что, ждем Вот он, MCZero Ну как-то Энигмы под пуш прям зашел Ну ура, я не знаю, MCZero я был Абсолютно не готов Ну вот это минус, кстати, блинка Вот этого, то есть можно прийти как бы А потом по макро втащить Попытаться Абсолютно не готова 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 Так, ну что же, ребят Вторая карта Опа, Энигма MCZero Я тут уже что-то пропускаю Как бы А, Энигма такой Типа фотонщик Но на самом деле Это фейкоз Полная Абсолютно Отменяется все Уходит он А что здесь-то? А, здесь второй гейт Там тоже второй гейт Кибернетчик сейчас будет Да Все, газы надо добывать И 16 пробок на минералах При этом То есть Нексус можно очень рано будет заказать Я пока тут Упался Проморгал Чуть-чуть, ребят После данного Данной А, нет Не данной игры После данного матча Может быть Еще третья игра Я прервусь Не буду я стримить Сегодня этот Nation Wars Nation Wars Я постримлю В субботу Может быть Чуточку завтра Так как А, да там и последний матч Дания против Мексики Так как завтра Тоже мне надо раньше Завершить Все будет Вот Так что такое дело Ну Ну чуть-чуть Может ФП Я днем постримлю Может быть Чуть Найшенуара Вообще Так Пролан Сейчас Тебе я скину Я здесь Среди теней Так Ну там да И в моей группе Закреплено И там Отдельно Есть события В общем Короче Так что смотрите Там все есть инфа Ну и помните Про отблоки Поддержите Мой канал На лан Призовой Идет 50% Собираем Как бы Подержос Соответственно Хотя бы 60 тысяч Хорошо бы сделать Призовой Рублей Так У нас тут 4 Плюс 3 Сталкеров Заход Оооо Провал то какой Ща пилон Будет Энигму убивать Здесь 4 Сталкера есть Но они 2 Там без полей То есть они От них толку мало Опять же MCZero играет Блинк Ну вот Ребят Я уже говорил Нельзя Нельзя Отыгрывать 4 игры Подряд Абсолютно Одним и тем же Билдом Неужели MCZero не играет Ничего вообще Другого Как бы Нет Некоторые игроки Бывают И одним билдом Идеально Все убивают Но сейчас уже Старкрафт Как бы То есть уровень Игры Да здесь уровень Исполнения У игроков У этих Понятно Что далек вообще От корейского Совершенного Очень далек Но Сейчас просто Уровень понимания Тоже на Ну уже Ну то есть На хорошем уровне Уровень понимания На хорошем уровне Что я несу Понимание На хорошем уровне Сейчас игры То есть Любой игрок Даже 5500 Там даже Может Он и не ГМЛ Он понимает Что с 4 раза Такой билд Человек играет Его можно с робот Принять Например Что собственно Сейчас и происходит Здесь блин Кулын идет Кстати Между прочим Двух сталкеров Энигма Забирает Тут фокус идет Но тут так батарейки Дико лечат Ребят Гвардиан Шилд Вообще Дэмэж Не дает Наносить Так Так Фою Да не за что Закидывай Да Приходите все Там все бесплатно Как бы Вход В общем Участвуйте Участвуйте Так 3 адепт На мэне Но там то Нексуса нет Слушайте Это полный Улайн Получается От MC Zero Так Адепты пробок Очень много Сейчас наубивают Надо бы Сталкерами Как то помочь Всем пробочкам Бедным Иначе Слишком много Их погибнет Ну Да нормально Вроде Только что-то Разных адепт Он Получается Уникма Странно Как то Здесь адепты Просто Это Дичь какую-то Устроили 9 пробок Минус В плюсе В абсолютном Энигма Здесь Но MC Zero Заказывает Блинк Точнее Чарж Простите Энексус Второй Ну а здесь Что Здесь Иммортал Делается Второй Можно Выход Какой-то Попытаться Сделать По рабочим Все равно В плюсе Здесь В абсолютном Кстати У нас Энигма Здесь Пробка Дежурит Теперь Чтобы по адепту Блокировать Адепт Телепортнулись Сюда Они Здесь Несколько Пробок Все равно Убьют Ну ема Как только Видел Что они Телепортнут Скорее всего Надо было От назад Оттянуться Немножечко Да Делается Призма Кажется Выход А здесь Что Здесь Тоже Два Адепта Напрягают И очень Стар ТП Сталкерами На мейн Происходит Можно Уйти Нафиг Отсюда Адептами Пять Пробок На халяву Просто На халяву Убивает Фактически Энигма Видел Что сталкеры Ушли Можно Выход Ну не понимаю Ты же Собираешься Выход Делать Вот тебе Пожалуйста Сталкеров Чел Телепортнул С блинком Сюда Ты Адептами Их Напрягаешь Почему Только сейчас Выход Идет Эти юниты Вот уже Здесь Кстати Боевой Лимит Крайне Близкий Здесь Я бы Сказал Так Ищет Эморф Где же Здесь Пилон Сейчас Найдет Он Пилон С М3 Вместе Куда Ты Всеми Пусть Зачем Армию Демонстрировать Идет Армию Вроде Так Хорошо Что Здесь Один Все Сталкер В этот Раз Призму Законтролил Отвел Пошел Еще Довар 766 Лимит Очень Близки Не Обеспокоит Наличие Чажа Очень Сильно У МС Зира Ну И А Здесь Что Смотрите Сколько Здесь Филдов Жесть Какая Ну Тут Можно Попытаться Поддавить Немножечко Но Если Зайти Наверх Криво Сейчас Филды Чаж Зилки Влетают И Все Это ГГ Сразу МС Зира Тут Все Правильно Ну Не ГГ Это Очень Плохая Музыка Очень Плохая Ситуация Сразу Было Для Энигма Куда Он Лезет На Филды Так Зилы Пошли Вниз МС Зира Сам Вниз Решил Вылезти Что Энигма Делать Надо Было Просто Пару Филдов Поставить Чтобы Зилы Не Долетели Сюда Он Кривейшие Филды Какие Наставил Сейчас Но В итоге Все Так Даже Так Разбирает Он Насколько Я Вижу 72 64 Полимита Вот Поставить Филды Просто Чтобы Часть Армии Сюда Не Прошла И Все Ну Там Плюс Один Там Иммортал Здесь Даже Газа Нет У МС Зира Зато У него Много Гейтов Он Кажется Собрался Даже Под Заулынить Немножечко Такое Ощущение У Меня Третий Никсус Он Пошел Так Прикольно Здесь Два Адепта Идут Напрягать Вторую Минеральную Линию Две Пробки Минус Три Минус Атака В лоб Идет На Зилотов Но Здесь Три Батарейки Ребят Филдов Правда Нет Ёмо Как Зилки Вгрызаются Как Батарейки Сейчас Помогли Своей Энергией Да Варпы Идут Тут Разваливается Похоже Все Таки МС Зира Но Если Не Другая Часть И Здесь 16 Пробок Всех Адепта Убили 18 Два Адепта У них Психические Расстройства У этих Женщин Будут Родцев Они Слишком Много Роботов Накрошили Если Бо Это Был Не Лотов С Батарейками Вообще Улетел Бо Нафиг В Такой Позиции Энигма Но С Батарейками Вы Видите Все Как Получилось Ну Что Ж Ну Что Ж Поздравляю Люцифера Энигму С выходом Благодарю Всех За участие Нигана И МС Зира Надеюсь Когда будет Старлайн 6 Но я не знаю Как он будет И будет Или вообще Но надеюсь Что Я думаю Что будет Но в любом Случа На других Турнирах Они точно Будут Участвовать В следующие Разы Вот Ну а я С вами Прощаюсь На данный Момент Все Завтра Возможно Чуть ФПшечки В районе 2-3 Часов Дня В 4 Часа Дня Там Нейшн Ворс Будет У нас Начинаться Вот В 16 Остоль По Москве Ну и там Часок Нейшн Ворс Один матч Может быть Застремлю Как бы И все Потом Мне на день Рождения Надо будет Ну а в субботу В 7 утра Мару Дарк Я не знаю Как после днюхи Там есть Я Вообще Там это Выживу Но Да я выживу Короче После днюхи В общем Ребята Увидимся В субботу Еще Россия Играет Нейшн Ворс Помните Вот Эта запись Будет на ютубе Поддержите Мой канал Сейчас на турнир В Москве Все там идет Как бы В основном Я с вами Прощаюсь Делаю стоп Без задержки Возвращаться Не буду В общем Ребят До завтра Всем пока Всем спасибо За внимание А Плей-офф Будет Плей-офф Будет Во вторник Скорее всего 1-4 Будет Полуфинала Финал Пока не знаю Вот так вот По поводу Что я могу Старлайна сказать Все Всем спасибо Все свободны До свидания Всем удачи